На-на-на, come on! На-на-на, come on! На-на-на, come on! Всем привет! В прошлый раз мы учились сделать трейлер-блайн, теперь будем делать бэк-ролл-блайн. Особенность бэк-ролл-блайн состоит в том, что сначала вы закручиваетесь в одну сторону, а потом перед приземлением закручиваетесь в другую. Перед тем, как делать бэк-ролл-блайн, вам нужно стабильно научиться делать бэк-ролл и рейл-блайн. На бэк-ролл-блайн, так же, как и на рейл-блайн, переднюю руку нужно поставить посередине, так, чтобы веревка депара проходила между указательным и средним пальцем. Тогда, когда вы отпустите на приземлении заднюю руку, кайт сразу же не уйдет вниз. Очень важно найти правильное положение кайта и следить за ним, потому что, если он будет слишком низко, то вам не хватит времени на то, чтобы довернуть в блайнд. Или, если он будет слишком высоко, то вы не сможете накрутиться на руку. Так, вы делаете обычный бэк-ролл, желательно, чтобы он был группированный. И после того, как вы увидели приземление, но доска еще не довернулась, вы отпускаете заднюю руку, подгибаете заднюю ногу, проталкиваете ее вперед и приземляетесь в блайнд. Проталкивать заднюю ногу надо намного сильнее, чем на рейле, потому что сначала вам нужно остановить вращение бэк-ролла и потом еще добавить вращение до блайнда. Когда вы отпускаете заднюю руку, то вы остаетесь на передней, ее вы разворачиваете и подтягиваете как можно ближе к бедру. Так как у вас одна рука стоит посередине, а вторая стоит рядом, то кайт может уходить за 12 часов, так как на бэк-ролле вы особенно тянете заднюю руку. Слите за тем, чтобы это не происходило и больше висите на передней руке. Существует два варианта бэк-ролла в блайнд. Первый это когда только началось вращение, сразу же заходит в блайнд, но мне больше нравится, когда проходит полное вращение и только после этого ставится в блайнд. Спасибо за внимание и в следующий раз мы рассмотрим S-бэнд в блайнд. Субтитры сделал DimaTorzok